Шарики маленькие, гладкие. И кажется, что даже если ребёнок и проглотит их, они выйдут естественным путём, как у самих родителей, когда-то выходили проглотченные пуговицы и бусинки. Нет, не выйдут. Мало кто знает, что последствия будут такими же, как от выстрелов живот из дробовика с крупной картечью. Перфорация кишечника бывает, что за 6 часов происходит. То есть образуются пробоины в кишке, и каловые массы выходят в брюшную полость ребёнка, соответственно, приводя к перитониту. Ребёнка буквально спасали 4 часа. Несколько дней назад трёхлетнему сыну Веронике Кораблёвой стало плохо. Его рвало, он жаловался на боль в животе. Рентген показал, что внутри 14 металлических шариков, которые стянули кишечник в тугой комок. Операцию проводил профессор Юрий Соколов. Он говорит, что только в его практике, только в двух московских больницах за последнее время были прооперированы 30 детей, проглотевших такие шарики. Вообще-то принимают такую форму эпидемии в стране. Понимаете, последние три года, когда появились вот эти изделия, мне вообще кажется, что надо бить тревогу, потому что это уровень государственной проблемы. В всех регионах России такая же ситуация. Магнитные шарики, если их несколько, никогда не выходят естественным путём. Их можно достать только путём хирургического вмешательства. Операции крайне сложные. Дело в том, что шарики внутри слепаются. Чтобы увидеть, что происходит в детском организме, приведём небольшой эксперимент. Допустим, это кишечник, и сюда попадает первый проглотченный ребёнком шарик. Это желудок, и сюда попадает второй шарик. Со временем они примагничиваются. И вот в этом месте желудок начинает срастаться с кишечником. Но даже после того, как они срастутся, шарики продолжают сближаться, и со временем происходит перфорация. Грубо говоря, образуется отверстие. Иногда магнитными шариками стянуты сразу несколько разных органов. И после операции на каждом из них остаются шрамы. Ребёнок становится инвалидом. Наибольшее количество, которое мы имели, это было 55 магнитных шариков, которые были заглочены одним ребёнком. Последовательно, в течение длительного времени сформировался конгломерат петель из толстой кишки, тонкой кишки, 12-перстной кишки, желудка. И, конечно, потребовало оперативного лечения. Вероника Кораблёва покупала магнитные шарики старшей дочери, которой сейчас 12 лет. Когда родился младший сын Дима, опасную игрушку убрали на шкаф. Но комплект был неполным. В стиральной машинке, к холодильнику, внизу, внизу они прилипают, что как ты только не убирай, они не отлипнут. А дети, благодаря тому, что они маленькие, и они эпизодически на полу лазают, они, конечно же, для себя вот это вот что-то видят. Мы не снимаем свои вины ни себя, ни дочь моя не снимает, ни зять, никто за то, что действительно вот эта мелкая игрушка была у нас дома. Тема поднята для того, чтобы другие родители были бдительнее, чтобы увидели эту опасность. Во многих странах действуют строгие возрастные ограничения для таких игрушек. В Европе, например, учитывая хирургический опыт, их продают только детям старше 14 лет. В России на ОКУП идёт с маркировкой 3+. И, как правило, его покупают самые заботливые родители. Ведь на коробке написано, что это развивающая игрушка. Валентин Трушнин, Полина Куприенко, Андрей Зыков, Антон Мещеряков, РЕН-ТВ. Вопрос об этой игрушке наш корреспондент сегодня задал главному центральному врачу России Геннадию Онищенко. Вы РЕН-ТВ, да? Да. Вы таки вот с фронтой немножко, по-моему, телеканал, да? У вас Максимовская, по-моему. Новости 24. Ага. Ну, пофрондируйте немножко на тему детской игрушки. Пофрондируйте. Покритикуйте власть, ненавистного Онищенко. Пусть люди услышат вас. Сейчас дам задание. Мы на своем сайте опубликуем требования к детской игрушке первого года жизни. Хотя они все написаны в санитарных правилах. Геннадий Григорьевич, похоже, не очень любит наш канал. Но это не важно. Главное, чтобы он действительно что-нибудь сделал, чтобы эта развивающая игрушка не попадала к маленьким детям. Нам любви не надо. Главное, чтобы был результат. Главное, чтобы был результат.